Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Устала, не просто день, а неделю работала устала, прямо устала. Энергия как где взять максимально быстро, дабы собраться морально-духовно? Хожу по 5-15 км в день. Комментарий к первому эксперту. Ну, на мой взгляд, во-первых, советы. Психологи не дают, психологи не занимаются советами. Психологи помогают человеку разобраться в себе, да, а человек сам к чему-то приходит. Вот. По этой причине, мне кажется, что если вы ждёте советов, то, ну, тут советов не будет, по крайней мере, от психологов. То есть, если у вас, значит, вот нет энергии и вы очень устаете, то это говорит, ну, как бы о том, что вы на что-то тратите. Да? И в первую очередь нужно постараться увидеть, на что вы тратите энергию, куда она уходит. Если человек физически здоров, здоров, да, у него нет никаких заболеваний, вот, и нет внутренних конфликтов, на которые также уходит довольно большое количество энергии, то, в принципе, уставать сильно человек не будет. Вот. За исключением того, если он не заботится о себе и не умеет отдыхать, то есть расслабляться, то есть, по сути, переключаться, то есть, по сути, отдаваться своим чувствам, да, и вот, что называется, вовлекаться во что-то. То есть, такое вот полное, получается, переключение. Вот. Поэтому, поэтому, первое, что нужно, это увидеть, куда уходит ваша энергия, на что она тратится. Ага, второе, это вот, собственно, рассмотреть, а можете ли вы чему-то отдаваться. Отдаваться, то есть, полностью увлекаться. Ага, бываете ли вы увлечёнными, да? Потому что, вот, переключение внимания без увлечённости, да, ну, никакого эффекта особого не даёт. Ага, значит, то, что вы ходите по 5-15 километров, ну, это механические действия, которые делаются вами на автомате, и вот, скорее всего, голову вашу не разгружают. Ага, энергии может не быть, потому что вы себя всегда заставляете делать, что вам не хочется. Энергии может быть, потому что вам недостаточно мотивации для того, чтобы комфортно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Энергии может не быть по причине внутренних конфликтов и того, что вы имеете какие-то непрожитые чувства, которые пытаетесь сдерживать, и на сдерживание этих чувств уходит тоже довольно большое количество энергии. Вот, вот так вот, так вот. Поэтому вот в таком ключе вам нужно здесь разбираться. Не думаю, что какие-то советы вам помогут. Это будет очень поверхностная история, и это не даст результата. А результат, даст, как раз таки, от психотерапии, где вы сможете уделить себе внимание, поисследовать себя и лучше узнать о своих каких-то сторонах. Это, в принципе, довольно увлекательное и интересное занятие. Поэтому я думаю, что вам можно выбрать психолога, да, и начать индивидуальную работу, которая обязательно приведет вот к тому, что вы увидите те перетянутые узлы, которые у вас есть для того, чтобы их ослабить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok